Начиная с вечера 22 декабря к проходной третьего родоуправления стали подходить родственники погибших в четвертом строящемся стволе. С ними работали психологи медицины катастроф и МЧС. Приехали родственники мужчин из Башкортостана. Все они размещены в лагере «Лесная сказка». В администрации города для них создали рабочую группу, в которую вошли психологи, представители социальной защиты и пенсионного фонда. Мы буквально сегодня до вечера определимся уже детально по каждому погибшему, как будем уже адресно дорабатывать с каждыми из родственников погибшего. Мы выражаем сочувствие и соболезнование всем родственникам погибших, их друзьям, близким. Панихиду по умершим сарикамским мужчинам планируется провести в городе в ближайшее время. Тела погибших из других регионов отправят в родные города. Кроме помощи в организации похорон, все семьи получат и материальную поддержку от края. Подписаны документы. Каждая семья, вне зависимости от того, из какого региона ребята были, получит по миллиону рублей. Но надо сказать, что выплатами помощь не заканчивается. Наоборот, она только должна начаться. Также Максим Решетников дал поручение социальному блоку правительства обеспечить индивидуальное сопровождение каждой семьи. Не осталось в стороне и компании «Уралкалий», ведь случившаяся трагедия – общая боль всех горняков верхниками. Семьям погибших сотрудников подрядной организации также будет оказана помощь. Выражаем искренние соболезнования родным и близким погибших работников ФГУП Управления строительства номер 30 в связи с трагическими событиями, произошедшими 22 декабря в Соликамске. Скоробь утраты невозможно возместить. Это страшная трагедия для всех нас, всего региона. Компании «Уралкалий» принято решение осуществить единовременную выплату семье каждого погибшего. Размер выплаты составит 3 миллиона рублей. Конечно, это не смягчит горечь утраты, но поможет выстоять в этот трудный и трагический для всех нас период. Выплату в 2 миллиона рублей получат семьи и от предприятия, на котором трудились мужчины, то есть от башкирского подрядчика ФГУП Уз-30. Добавим, как нам сообщили в администрации города, сейчас уже каждой семье была оказана психологическая помощь. Также им помогают в оформлении всех документов для получения дальнейших выплат и пособий. Евгения Константинова, Михаил Морошкин, телекомпания «Сольтовая».